Привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать в моем канале «Maria teaches English». Итак, в сегодняшнем видео будет 5 глаголов, которые вам уже наверняка известны, но которые приобретают особое значение, когда рядом с ними стоит предлог on и дополнение. Эти глаголы die, disappear, give up, quit и hang up. Начнем с первого глагола. Глагол to die переводится как умирать. Давайте сравним два предложения – don't die и don't die on me. С don't die все понятно – не умирай. Но что означает don't die on me? Если кто-то скажет don't die on me, то фокус внимания переносится с умирающего на говорящего. Он как бы говорит – не оставляй меня, не покидай меня. Даже если ты хочешь умереть, пожалуйста, ради меня этого не делай. То есть можно это перефразировать как don't abandon me, don't disappoint me. То есть не оставляй меня, не разочаровывай меня. На русский проще всего это перевести как не смей мне тут умирать. И чаще всего это можно услышать из уст медработников. Кстати, die еще может использоваться с техникой. Например, my car died on my way to work. То есть моя машина окончательно сломалась по дороге на работу. Здесь, если мы добавим on me, то есть my car died on me, моя машина сломалась в самый неподходящий момент, то есть подставила меня тогда, когда к этому был не готов, и тем самым доставила мне кучу неудобств. А вот пример из убить Билла. Машина, про которую говорит Beatrix, выглядела вот так. Со следующим глаголом будет легче, обещаю, потому что логика такая же. Глагол disappear. Disappear значит исчезать. Например, he disappeared. Если же мы скажем he disappeared on me, фокус внимания снова перемещается на вас, получается, что он не просто исчез, а он исчез как бы из вашей жизни, даже если на какой-то небольшой промежуток времени. Чаще всего такое использование предлога on подразумевает, что в жизни говорящего возникли некоторые трудности, некоторые проблемы, связанные вот с исчезновением этого человека. Следующие два глагола имеют почти идентичное значение. Это глаголы give up и quit. Начнем с глагола give up. Give up переводится как бросать что-то, сдаваться. Например, don't give up. Не сдавайся, не бросай, иначе ты. Как же тогда будет приводиться такое предложение? Don't give up on me. Don't give up on me будет переводиться как не ставь на мне крест, не теряй в меня веру. But my father never gave up on me. Don't give up on me just yet. Don't give up on me. Just don't give up on me. Never. You never gave up on me. Похожая ситуация с глаголом quit. Quit переводится как бросать начатое, переставать заниматься чем-то. А если мы скажем quit on somebody, то это значит потерять веру в человека и переставать поддерживать человека, особенно в тот момент, когда ему больше всего нужна эта поддержка. Например, I'll never quit on my teammates and my teammates will never quit on me. Я никогда не перестану поддерживать, не перестану верить в своих товарищей по команде, а они никогда не перестанут верить в меня. Don't quit on me now. You can't quit on me now, okay? They quit on me. Последний глагол это hang up. Hang up означает повесить трубку. Обратите внимание на произношение. Hang up. Hang up. Hang up. Здесь из-за того, что после звука э, как в слове cat, идет звук ng, носовой звук. Этот звук немного меняет эту гласную. Она начинает звучать скорее как дифтонг эй, как в слове name. У нас будет hang up. Что же тогда значит hang up on somebody? Например, don't hang up on me. Такое использование предлога on подразумевает, что разговор не был окончен. То есть человек бросил трубку, не дослушав, что вы сказали. Или хочет бросить трубку. А вы ему говорите, не бросай трубку. Don't hang up on me. Не смей бросать трубку, я еще не закончил. Опять-таки фокус внимания переносится на того, кто говорит. Гогол hang в прошедшем будет звучать как hung. И у нас получится he hung up on me. Он повесил трубку, то есть он бросил трубку, когда я еще не договорила. Если вы вдруг в этот момент вспомнили песню Мадонны I'm hung up on you, то здесь совсем другое значение. Почему? Глагол hang имеет три формы – hang, hung, hung. В нашем предложении мы использовали вторую форму глагола hang, а именно прошедшую форму, то есть он повесил трубку, он бросил трубку в середине разговора. He hung up on me. В предложении Мадонны I'm hung up on you – hung является причастием. У нас здесь являться каким? Как бы являться повешенным на кого-то. Что же это значит? Это значит быть помешанным на кого-то. Она поет I'm hung up on you – я на тебе помешалась, я от тебя без ума. Давайте посмотрим на классные примеры, где глагол hang используется как обычный глагол в прошедшем времени – hung up в значении hung up on somebody, то есть бросить трубку в середине разговора, и как причастие be hung up on somebody, то есть быть помешанным на кого-то. Miranda stopped being hung up on George, and so she hung up on him. Miranda stopped being hung up on George, and so she hung up on him. Супер! Теперь вы знаете еще одно значение предлога on. Согласитесь, что его очень сложно описать, если брать предлог on отдельно. Поэтому чаще всего в словарях он будет идти вместе с глаголом, да? Disappear on или hang up on. Очень тяжело понять без примеров. Поэтому сегодня мы и рассматривали этот предлог на примерах из сериалов и кинофильмов. Надеюсь, что вам понравился этот ролик, и если так, то не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо большое за просмотр, и до встречи в следующем видео. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next one. Bye-bye!